Здарова, меня зовут Дигл, спасибо Никите Герайкину и Булату Завгарову за поддержку на Бусти. В новой главе и на этот раз манги Ван Панч Мэн. Монако пропало без вести, мастер в майке сбросил вес и Генос получил новую форму. Получилось очень насыщенно, прочитать мангу можно на сайте remango.org, а мы пойдем разбирать. Начнем с Флэша, который помесил выжившего после рейда на АМ монстра из АМ и спрашивает у него про Бога. Монстр ничего не знает, что Флэша не удивляет, но затем задается более важный вопрос. Не видел ли этот нематод случаем кого-нибудь вроде Монако с весьма подробным вручную нарисованным постером? Тот подрубает выпендреж и Флэш размножает его на кусочки, поясняя, что так сильно хочет вновь увидеться с Монако, только потому что она как-то связана с Богом и нельзя допустить, чтобы ее случайно убили другие герои. По такому поводу он даже вспоминает о Сайтаме, говоря, что тот обладает довольно неплохим талантом, несмотря на свой внешний вид. И что с крутецким учителем лысик сможет наконец стать полезным? Ох уж эта латентность, цундера головного мозга не лечится, а стоило бы. Переносимся на мастера в майке в зале, тягающего штанги. Как мы видим, он сбросил баф Фубуки, хотя ему больше нравилось быть пухленьким, потому что это натягивало его майку равномерно по телу. Бодипозитив, который мы не заслужили. Однако, помимо самого МВМа и группа маечников тоже сбросила вес, потеряв многих участников, которые ушли из АГ из-за масштабов прошлой арки, даже включая героя А-класса вегетарианца в майке. Если помнишь, это ему нос дважды ломал Гару во втором сезоне. И вполне возможно, все эти уходы связаны с появлением новой геройской организации, куда сейчас переманивают шеликов из АГ. Маечники негодуют своими бывшими товарищами, но мастер в майке говорит, что всё нормально. И вместо того, чтобы гоняться за теми, кто уйдёт, лучше быть благодарным тем, кто остаётся. К тому же, он уже чувствует новый маечный ветер, дующий в их сторону. И как раз в это время в зал заходит трое героев С-класса, оповещающих, что вдохновившись героичностью мастера в майке в битве с ассоциацией монстров, захотели вступить в клуб маечников, на что МВМ сразу же их принимает. У нас же новый перенос, и в этот раз на самую неожиданную фигуру в этой главе. Феникс возродился! Правда, скорее подрос, но всё равно остался в форме цыплёнка, просто разбухшего. И по такому поводу его нашёл ребёнок Император, который привёл того в кафе, чтобы обсудить, стоит его добивать или нет. На что Феникс рассказал, что хотел бы стать обратно своей полной формой, но чё-то не сложилось. И сейчас он просто беспомощная редкая зверушка, которая пытается найти свой путь в обществе. Теперь он даже не пытается насильно заставлять детей стать с ним единым, а развлекает их. Хотя, лично я бы его к детям подпускать не стал на километров несколько. Феникс же говорит, что доволен своей текущей работой, и спрашивает, чего Ри от него надобно. На что тот отвечает, что показанная Фениксом тёмная сторона Ассоциации Героев оказалась правдивой. И что он хочет узнать, откуда Феникс эту инфу заполучил. Ты ни за что не поверишь, но мы снова улетаем. На этот раз в тренировочный зал Тимноблеска, где он грустненько тягает штангу. Ведь насколько бы много он не тренировался, Темнюсик всё ещё безумно боится следующей битвы. И больше не может так продолжать. Если что, по крайней мере, как я понял, это не физические следы после плевка фюрера, они уже зажили. Это ментальные шрамы. Травма, возникшая из-за всех его поражений в предыдущей арке. А у нас опять телепортация. Теперь на город Уай, где лесной народ, каждый из которых тигриного уровня, начали своё вторжение. Обещая озеленить землю трупами человеческой расы по божественному зову. Их пытается остановить пачка рандомных героев, но у них мало чего получается. Так что при помощи сил героя А-класса, они собираются прорваться через окружение, однако всех ловят корнями. И когда казалось бы уже Габелла, врываются маечники во главе с мастером, прошибающий таклом путь насквозь, призывая следовать за ними. Ну, насквозь-то они, конечно, прошибли, но вот за толпой тигров их ожидали только большие проблемы. Это лесной король драконьего уровня, и вся пачка героев, даже включая мастера в майке, оказывается против него беспомощна. Хотя, я думаю, МВМ бы мог сам освободиться и посражаться, по крайней мере, какое-то время. Однако, в этом нет необходимости, ведь под огромнейший взрыв на поле боя вступает Геносяга, сообщающий, что его новая боевая мощь вполне неплоха и Кусена красава, отсылая на предпоследнюю главу веб-комикса. Генос также говорит, что теперь может сражаться с драконами, так что надо бы устроить новый спарринговый матч с Сайтамой, но сначала он встанет в пафосную позу на двойную страничку и уничтожит монстра. Правда, сам бой мы скипаем, однако, учитывая, что в дальнейшем кибердемон следит с Сайтамой целый и невредимый, очевидно, он победил без особых проблем. А мастер в майке и группа маечников снова усиленно тренируются, потому что опять проиграла силе машин. YouTube решил никому особо не показывать моё предыдущее видео про нейросети и клинок, поэтому если эта тема тебя как-то интересует, можешь прочекать на моём канале, говорят, получилось занимательно. А мастер в майке продолжает себя показывать как один из лучших героев, неудивительно, что они с ездоком быстро поладили. Мужик всегда настроен на оптимизм и позитив. Твои товарищи бросили группу и ушли? Спасибо всем, кто остался, найдём новых. Проиграл монстру и был спасён другим героем? Значит, надо больше тренироваться и стать сильнее. Неудивительно, что за мастером в майке сама по себе организуется группировка. Сильный, добрый, никогда не сдаётся, за кем ещё идти, если не за ним? Ну и в противовес ему Тимноблеск, который одиноко депрессует перед зеркалом. Не стоит считать его за это трусом или ещё чем-то таким, просто не каждому суждено быть героем. В этой главе замечательно демонстрируется разница между теми, кто должен геройствовать, а кто нет. Ведь несмотря на даже намного более тяжёлые повреждения в предыдущей арке, мораль и сила духа мастера в майке не дали слабины. В то время как Тимноблеск получил серьёзную ментальную травму, от которой ещё не скоро сможет восстановиться, если вообще сможет. Ему бы не помешала психологическая помощь, и если ты сталкиваешься с подобными проблемами, тебе бы не помешала психологическая помощь тоже. Теперь перейдём к политическим и социоэкономическим последствиям приостановки работы государственных учреждений в городе Уай. Наперёд, шучу, чё у нас там по повар-левелам. Как раз в этой главе можно заметить разницу в количестве дисков на штангах между темноблеском и мастером в майке. И хотя считать реальную разницу так не получится, вполне можем прикинуть, что ТБ способен поднять по крайней мере в несколько раз больше веса, чем МВМ. Что, скорее всего, отражается и в силе его удара. Также Генос в новом апгрейде без проблем победил монстра драконьего уровня. Он и в прошлой арке сражался против Псайкорочи и уже вполне тянул на дракона, но теперь прямое подтверждение его продвижения на верхушку С-класса по силе. Однако мы все понимаем, что победил Генос только из-за могущественной ауры майки поблизости. Для тех, кто читает мои посты в сообществе, апдейт по словам Мураты о перерыве. Скорее всего, это был вырванный из контекста кусок, склеенный из разных его высказываний по ходу всего интервью. При просмотре всей штуки переводчики не нашли никаких упоминаний о том, что Мурата собирается уходить на длительный перерыв в ближайшее время. Не то, чтобы это однозначно невозможно, но по крайней мере цитату в моем сообществе, по крайней мере целиком, Мурата никогда не говорил. Сказал бы я, что мне стоит лучше проверять информацию, прежде чем ее распространять, но на реддите все с ней согласились. Японского я не знаю, а какое-никакое опровержение появилось только сейчас. В общем, не верь на слово всему, что написано в интернете, особенно когда это пишу я, потому что я дебил. Обещал для тебя, Дигл. Пока.